Ваша вокальная история, я не беру там от самых истоков, я так понимаю, что здесь, в студии. Ну, вообще, на самом деле, все банально. Был спрос, появилось предложение, и не было школ, которые бы предлагали услуги для взрослых. То есть, школ, которые не только там учили детей, а именно учили взрослых, взрослых голоса, потому что различие на самом деле есть. И могу сказать, что когда ко мне пришли взрослые ученики, реально мало кто вообще верил в то, что можно взрослым научиться петь. Вот. И мне приходилось в интернете, там, во всяких, на форумах разных, на других сайтах писать и рассказывать, что да, реально взрослому можно научиться петь. И это, в принципе, не так-то сложно. Вот. И с этого все началось. То есть, просто люди начали интересоваться, обращаться сами. И когда у меня был рекорд больше 44 учеников индивидуальных и несколько групп, я поняла, что я сама не справляюсь, мне нужны помощники. Вот с этого началась школа около драйв. А вот вы сказали, что каждый может научиться петь. Неужели каждый? Да. Абсолютно любой человек может научиться петь. В принципе, пение – это речевая позиция. Мы все умеем говорить, мы все умеем извлекать звук. Я смело утверждаю, что любого человека могу научить петь. Мы постоянно делаем это в нашей школе. Вот. Поэтому, да. А вот какие направления? Вот если взять по возрасту, да, кто что выбирает? Ну, вообще взрослые люди не выбирают направления. Они приходят для того, чтобы открыть что-то изнутри, найти в себе вот что-то такое настоящее, то, что было давно спрятано. Или, возможно, по каким-то обстоятельствам они не смогли в молодости сделать, освободить себя изнутри с помощью своего голоса. Это необязательное выступление на сцене. Это что-то очень такое сакральное для каждого. Что-то очень, да, очень глубоко внутри. Вот за этим приходят люди. За свободу, я бы так сказала. Это правда. А какие у вас есть направления? То есть я смотрела на сайте, что у вас есть и джаз, есть и классика, есть и поп, то есть и для начальников, так скажем, уроки. То есть вот расскажите об этом. Да, у нас преподавателей много, и каждый из них ведет какое-то направление. Если человек преподаватель, у него своя рок-группа, естественно, к нему идут рокеры, они его знают, и он может с ними поделиться не только техниками, там, рычать, например, хрипеть, а и опыт выступления на сцене рок-вокалиста. Вот. И он ведет это направление. И точно так же все остальные, помимо техник и вокальных каких-то фишек в каждом жанре, они передают опыт. И еще раз вдох. И сильно теперь руки перед собой. Да, я расцепляю горло полностью. Да, я расцепляю горло полностью. И ес. Рис.